привет сегодня хотелось бы поговорить вот о чем о поддержке отечественного производителя и о поддержке отечественного производителя гитарных педалей EGS electronic guitar system вот есть такая компания а точнее это мастер который вручную паяет педали преампы под своим вот брендом EGS electronic guitar system компания это находится в петербурге значит вот есть такие педали ассортимент у них достаточно высокий достаточно много там чего есть значит все это можно посмотреть у них на сайте на сайте в группе вконтакте да ссылочку я оставлю в общем хотелось бы поднять вот какую тему то есть поддержки отечественного производителя именно да что вот говорят тема пошла что поддерживать отечественного производителя а вот почему там отечественного производителя там так мало поддерживают их надо там больше поддерживать туда-сюда значит вот там отечественные производители там россия все хорошо в общем да вот хотелось бы да сказать что вот нет то есть никто не отвергает эту тему да что поддерживаем отечественного производителя просто их иногда найти бывает очень сложно так как бы но мы их вот поддерживаем я в частности да у меня вот этот преамп EGS да то есть не первый уже не первый у меня есть и трехканальный преамп EGS тюб платформа TR-322 у меня есть педаль дисторшина от них же значит EGS Valve дисторшин в общем то есть ну вот сегодня да чтобы крайне такой вот небольшой ролик сделать я решил ограничиться вот именно вот этим вот преампом EGS Speedfire значит S6 вот в общем педаль достаточно хорошая она имеет два канала она имеет активный байпас отключаемый значит она имеет настройку середины она имеет независимые ручки громкости и гейна на оба свои канала значит ну а ручки bass middle treble и presence presence здесь одни ну как бы одни ручки на оба канала здесь это так реализовано потому что например в более старшей версии которая у меня также есть TR-322 там тюб платформ в том преампе там независимые ручки на каждый канал в общем и там много чего есть там капсим отключаемый в общем и наушники есть и петля есть и есть стерео выход с капсимом и просто линейный стерео выход то есть там очень много в общем ну входов и выходов и выходов значит и все ну не на наушники и как бы там в общем как бы все есть а здесь же вот более такая версия тут только вот линейный выход значит ну как бы вход выход как обычный да то есть на обычной примочки да это и значит капсим есть такой более такой простой набор то есть ну вот еще есть такая кнопочка середины select middle значит добавление середины здесь да тоже ну вот и кстати ну на том преампе вот TR-322 EGS там как бы тоже это все тоже все это есть понятно то есть там просто здесь вот я говорю да о том что как бы вот здесь вот такую прям прям по этот кстати на двух лапах там тоже значит вот TR-322 это тоже вот на двух лампах там прям ну и вот как бы вот этот в данном случае вот этот да то есть спидфайр тоже собран на двух лампах собран кстати он довольно хорошо то есть да что хотелось бы отметить что что значит вся их продукция да то есть продукция фирмы EGS да она имеет вот знаете вот собственный звук да то есть она какой-то вот свой неповторимый вот этот оттенок звука ну собственно зачем все вот используют там множество разных педалей которые там как бы вот да то есть все вот там получить вот получить вот этот какой-то свой вот от каждой педали именно свой неповторимый вот этот звук который вот который нравится грубо говоря да ну вот да то есть здесь вот как бы в отличие от как бы как бы от множество педалей там может быть там более там именитых каких-то брендов да то есть она вот EGS да вот эти педали да это фирма они имеют вот свой неповторимый звук да и как бы это очень радует также очень радует что значит преампы этой фирмы значит они не привязаны к стилистическим значит к стилистическим параметрам прибора то есть вот когда в этом в общем ваш под стиль игры как бы подходит вот определенный прибор там да то есть вы можете там этот прибор подходит для этого стиля тот прибор подходит для другого стиля здесь же нет здесь такого нет здесь вот вы изменили свою технику игры на инструменте да как бы там характер игры изменили свой да то есть и прибор это все тут же как бы отражает да то есть то есть что вы делаете руками на гриф на грифе то и отражает ваш прибор прибор приборы фирмы EGS EGS да то есть как бы ну вот это кстати очень немаловажный процесс то есть потому что бывает иногда что ты как бы покупаешь приборы ты вот да то есть он подходит под какой-то конкретный стиль да но здесь вот да то с приборами фирмы EGS такого не происходит да то есть тут все зависит только от того что вы делаете руками на грифе и в общем да то есть как вы играете да так как бы вот все это прибор отразит естественно и все это прочтется и ну как бы вот все это будет замечательно слышно и ничего вы нигде не потеряетесь потому что прибор звучит прекрасно звучит очень мощно очень жирно очень так серединиста мощного то есть все как бы все присутствует все что должно присутствовать все присутствует и все что не должно тоже присутствует в общем то есть преамп педали этой фирмы EGS имеют очень взрослый звук то есть это никакой не добавка то есть ну такая то есть не то что ты поставил педали и там ну она вроде есть а вроде ее и нет то есть здесь эти педали имеют взрослый звук они пробивают они прорезают они эти педали собраны полностью аналогово полностью на лампах то есть полностью вот да то есть по таким как бы старым грубо говоря технологиям там это все очень ну как как раньше собирали ну то есть там не знаю там 30-40 лет назад вот так они собраны прекрасно замечательно все работает то есть ничего тут не ну как бы никаких премудростей нет в общем как да то есть вот все звучит все играет все прекрасно то есть да имеет вот взрослый звук замечательно все все играется все отражается и все прекрасно работает на мой взгляд кстати вот тут говорили да то есть с одним тоже человек купил да этот прям он говорит что как бы вот надо бы его еще с грелкой попробовать ну вот честно говоря на мой взгляд он даже грелок не требует то есть он в принципе звучит звучит и так прекрасно ну замечательно звучит то есть грелок каких-то добавок он не требует вот собственно говоря такие замечательные приборы есть в городе санкт-петербурге да то есть у мастера можно заказать это питерская фирма наша замечательная да и gs electronic guitar system да кстати прибор вот да питается от 1 амперного блок питания импульсного да как бы вот он в принципе да то есть ну вот такой вот да то есть прожорливый достаточно он да ну это в принципе неплохо хорошие вещи должны хорошо питаться это правильно то есть вот я себе взял просто ну как я говорю как бы у меня поскольку есть этой а фирмы да то есть я просто не нужен в карманном формате вот я такой вот взял ну в принципе он вот так вот выглядит и замечательно совершенно звучит ну вот такие вот вещи замечательные делаются у нас в санкт-петербурге да поэтому собственно как бы мы поддерживаем отечественного производителя вот так вот да то есть производители из россии мы тоже поддерживаем ну вот такие вот вещи кстати у нас есть еще в россии достаточно много замечательных производителей в частности также есть фирма алексея забродина алекс z который также вручную паяет собственно говоря свои педали и также радует людей теплым аналоговым звуком так что как бы вот это к слову к тому что как бы вот поддержка отечественного производителя вот происходит так что как бы вот ну вот у меня я говорю мне повезло познакомиться с компанией EGS EGS Electronic Guitar System я вот собственно имею их преампы в своем пользовании это достаточно радует а так вот у нас я говорю да это достаточно радует что вот есть такие люди которые вот как тот же Алексей Забродин да вот своей фирмой Alex Z да то есть канал Rocking Fucking заходите смотрите тоже как бы достаточно классно паять педали там здорово там в общем все вот так а у меня да вот у меня у меня вот EGS Guitar Systems да у меня EGS поэтому вот поддержка отечественного производителя идет в полный рост так вот такие вещи просто я говорю это все так получается что как бы просто не все отечественные производители о себе так хорошо заявляют и ну это вот как бы есть такой грех я не говорю что их вообще нет вот они есть их как бы достаточно ну вроде как достаточно количестве то есть есть там есть люди которые сами паяют есть поликарпов преампы есть РНР преампы есть ну в общем много чего есть там которые тоже достаточно паяют ну для есть там на студиях вот у нас у знакомого на студии в Москве стоит какой-то прибор достаточно интересный тоже кстати спайным там рековый прибор стоит спайный вот как бы нашим значит товарищем из России как бы каким-то да то есть так что есть есть приборы как достаточно хорошие замечательные которые люди у нас паяют в России это все как бы так что мы насколько мы можем то есть настолько поддерживаем отечественного производителя замечательного да то есть так что как бы вот это вопрос такой да поддержки отечественного производителя в моем случае вот компании EGS EGS вот а кстати также у них есть вот сейчас линейка да там новых преампов то есть там зал это зелоус преамп такой для тяжелой музыки они его позиционируют такой зелоус преамп такой тоже значит там такой значит а и потом они еще такой блюз фактор у них есть прям то есть такой же тоже такой да то есть один из новых ну и вот вот это вот линейка тоже у них как то тоже она расширена ну можете зайти на к ним в группу вконтакте я оставлю ссылочку и посмотреть на их ассортимент полностью то есть там вы увидите вот можете посмотреть на это все то есть там прямо вот на это великолепие на этот великолепный аналоговый звук шикарный и замечательный звук потому что никто еще лучше ничего не придумал кроме как аналоговый теплый ламповый звук на котором уже не знаю там сорок пятьдесят лет записываю замечательную музыку которую мы так все любим и которую мы так ну которую мы так наслаждаемся вот так вот EGS компания из Санкт-Петербурга которая делает вот эти замечательные преампы EGS